здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня у нас на канале рубрика а что там растет за забором ну это в шутку конечно так назвал эту рубрику мы в гостях у моего брата который выращивает ранее томаты я хочу просто показать в этом видео как можно еще один способ по сути выращивания ранних томатов обещал когда-то показать и сегодня мы посмотрим короба посмотрим как выглядят растения ну и так далее растение выращивается на вот таких стеллажах стеллажи многолетние наполняются почвой однократно затем по мере роста томатов почва подсыпается сюда вот сезон пройдет почвы в них станет намного меньше почему это происходит это происходит потому что ну как если так простыми словами сказать томаты съедают но любое растение вот даже в стаканчик керосат нам будет расти и постепенно почвы становится меньше также и здесь то есть ежегодно не производится здесь специально полная замена почвы почва просто напросто естественным способом циркулирует в этом году что-то здесь уберется ну как вынесется растениями подсыпка произойдет следующем году еще вынесется что-то опять подсыпка происходит если вы обратили внимание друзья замульчирована соломой между растениями все помульчирована соломой когда-то в инстаграме у меня был пост о том что я тоже купил этом году пике солома и буду ее применять для выращивания своих растений многие люди написали в комментариях что солома прорастает да бывает такое вот ведь это уже порсель зернышки где-то по оставались и соломка прорастает но несложно их убрать принципе не такой большой не такая большая проблема вот в одном месте буквально у нас прораста солома в остальных местах массовости я не вижу по вопросу вот таких вещей конечно кисть заканчивается листочком это удаляем такое бывает зачастую из-за переизбытка азота хотя по вот этим растениям я бы не сказал что здесь прямо такой уж переизбыток азота на мой взгляд растения развиты достаточно органично единственное что у них слегка такой бледно зеленый цвет нет той темноты знаете сочности такой зеленой ну может быть они сейчас просто испытывают стресс бывает и перепады температуры и бывает конечно же ну как недостаток освещения конденсат пленка новая конденсат на теплице скатывается стекает это тоже проблема для растений частично он капает на листочки если посмотреть это уже повышается риск в теплом помещении и повышенной влажности повышается риск за возникновение заболеваний различных хотя для вентиляции здесь и предусмотрено несколько вентиляторов но тем не менее это не спасает на такой объем 2 вентилятора это не вариант то есть не получится полностью держать растения в сухости ну хотя что они мокрые я бы тоже такого не сказал думаю что многие из вас используют так именно такой способ выращивания ранних томатов именно стеллажи короба так называемый на вынесенные на поверхность особенно если сырая почва либо в зимнее время зине зимнее весеннее время собираетесь понятное дело здесь корням комфортнее почва прогревается лучше но и наш способ который мы используем способ именно мешки вот недавно было видео посмотрите очень интересное кстати способ и не такой затратный вот эти короба построить ну это достаточно трудоемко достаточно сложно и конечно же со временем они приходят в негодность эти короба они могут рассыпаться но смотря с чего конечно вы построите смотря сколько вы имеете возможность вложить денег больше денег есть можно качественнее построить можно даже вообще не заходить теплицу кто-то построит за эти деньги но если самостоятельно строить то это достаточно трудоемко и опять же материал доски трубы на которых все это держится затем почву завести сюда и сложность заменой почвы растение то выносит апатогены все равно остаются в той части почвы которая не вынесена растением мы свежие подсыпали а в прошлогодней почве осталось патоген мешки намного все проще я купил пачку кульков обычных магазине ну там как говорится за копейки порезал свежую почву свежую чистую почву и тоже будет теплее ну не так конечно здесь будет теплее намного ну и мешки в которых я высаживал тоже достаточно будет тепло так что если кто не видел то видео советую посмотреть намного проще будет вам вырастить раннюю продукцию не используя вот этих всех трудностей еще немножко хочу покритиковать конечно вот за то что капельница лежит поверх мульчи но это я считаю это неправильно нужно было сначала проложить капельницу слой мульчи порядка наверно 45 сантиметров ну скорее всего будет подсыпаться еще потому что но это слой такой что его травка пробивает с легкостью надо конечно же 7 8 сантиметров тогда это будет надежно очевидно подсыпется но вот это плохо что наверху лучше на почву ложить и тогда будет вода более эффективно так постоянно мокрая солома будет с мокрой соломы будет испарение влаги и опять же куда это влага пойдет это влага пойдет в нижнюю сторону листа будет там конденсироваться потихонечку а это ну сами понимаете это предпосылки уже опять же для заболеваний а так если бы было вот так вот допустим вот все там влажно наверх солома не дает испаряться сильно влажности так что если будете использовать мульчирование друзья всегда под мульчу под мульчу капельницу кладем и заключение друзья скажу что если все-таки кто-то один раз потрудиться и вложиться средствами построить такие стеллажи я думаю жалеть человек об этом никогда не будет ранняя продукция ему обеспечен на этом видео закончу спасибо вам за внимание всем доброго до свидания до новых встреч